Ваш ребенок зеркалит цифры или буквы, путает их при письме или просто пропускает. Часто такое называют болезнью гениев или дисграфия. Но каким бы ни был гениальный ребенок, плохие оценки серьезно влияют на его самооценку. И поэтому родители могут помочь исправить ему ошибки при письме. Как помочь ребенку с дисграфией, я расскажу в этом видео. Меня зовут Юлия Гудовщикова, я педагог. Дисграфия – это неспособность овладеть письмом при нормальном развитии интеллекта. Из наиболее известных людей, которые страдали дисграфией, я могу вам привести в пример английскую писательницу Агату Кристи. Несмотря на проблемы, Агата смогла стать известным писателем во всем мире. Решить эту проблему реально. Для начала нужно обратиться к специалистам, окулисту и лору, для того, чтобы убедиться, что со здоровьем вашего ребенка все в порядке. Чем раньше вы заметили, что у вашего ребенка дисграфия, тем проще вам будет устранить проблему. Если ваш ребенок дошкольник, то вы можете помочь ему дома. Но если ребенок учится уже во втором, третьем или даже четвертом классе и испытывает проблемы с письмом постоянно, практически в каждом слове он пропускает буквы, то я рекомендую вам обратиться к неврологу и логопеду. Именно они смогут грамотно и оперативно помочь вашему ребенку. Но если такой возможности нет, смотрите видео дальше, и я покажу ряд упражнений, которые помогут скорректировать дисграфию при письме. Я как педагог против насильственных методов. Бесконечное переписывание прописей не даст нужного результата, а лишь привьет ненависть к обучению навсегда. Также не нужно сидеть над ребенком и ругать его за пропущенные буквы. Если у вас не хватает терпения, то лучше поручите эту работу специалистам. Так вы сохраните отношения с ребенком и добьетесь нужного результата. Упражнение первое. Крестики-нолики. Очень простое и доступное. Прекрасно подойдет как для дошкольников, так и для школьников. Берете лист бумаги и на нем прописываете буквы. Можно правильно писать и неправильно. Пусть ребенок в кружочке в нолике обводит правильные буквы, а крестиками зачеркивает буквы, которые написаны неправильно. Чаще используйте те буквы, в которых ребенок допускает ошибки. Ребенок с дисграфией – это особая работа мозга. Ему очень важно почувствовать эту букву, запомнить ее мышечной памятью, а не только зрительной. Рисуйте на снеге буквы, на песке, лепите из пластилина, из теста, делайте из конструктора или мозаики. Третье упражнение довольно сложное, но эффективное. Изменить в слове одну букву так, чтобы первое слово, отвечающее на вопрос «что», стало отвечать на вопрос «кто». Например, слово «бок» стало словом «бык». Чтобы вам было легче ориентироваться, в ссылке под видео будет документ, где будут собраны эти слова. Четвертое упражнение – самое игровое и волшебное. Напишите ребенку письмо от гнома и специально пропустите буквы или перепутайте их. Из этих букв будет кодовое слово. Если ребенок примет эту игру, то можно устроить целую переписку. Например, вы зашифровали слово «мороженое», и когда ребенок составит это слово, то вы вручите ему мороженку, и он с удовольствием ее съест. Это первый вариант. Второй вариант. Гномик может обратиться к вашему ребенку за помощью, чтобы он помог ему исправить ошибки. Если ребенок постарше, то вы можете ему просто дать тексты для исправления ошибок. Но по моему опыту, подростки тоже с удовольствием сыграют с гномиком. Если проблема в том, что ребенок плохо слышит звуки в словах, то тут тоже выручают игры. В них можно играть по дороге в садик, в школу или в машине. Например, всем известная игра в города. Дошкольникам можно упростить задачу. Например, если ты слышишь в слове звук «ш», то хлопни в ладоши. Используйте любой другой проблемный звук. Здесь можно специально путать буквы, баловаться, придумывать несуществующие слова. Детям постарше можно предложить другую игру. Нужно придумать слова из одного длинного слова. Дайте им такое слово, где максимальное количество разных согласных и гласных букв. И пусть они из него составят несколько маленьких слов. Сыграйте в эту игру вместе. Кто больше слов составит, тот и победил. Из всех вышеперечисленных игр можно составить квест, по результатам которого ребенок получит приз. Всегда мотивируйте ребенка. Верьте в него. И помогите ребенку верить в себя. Вместе почитайте биографии известных людей, которые тоже были дислектиками и дисграфиками. И еще очень рекомендую посмотреть фильм «Звездочки на земле». Помните, что всегда можно увлечь любого ребенка. Да-да, даже вашего. Только нужно подобрать ключик. Поделитесь в комментариях под этим видео, какие способы по исправлению и коррекции дисграфии вы пробовали, и какие показались вам наиболее эффективными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!